приветствую вас друзья меня зовут Денис Борисов вы находитесь на канале fit4life.ru сейчас мы будем рассматривать такое упражнение как горизонтальная тяга в блоке упражнение относится к базовым это в общем-то в какой-то стиле упражнение очень похоже на тягу штанги в наклоне но эта модификация упражнения существенно легче почему она легче потому что снимается нагрузка с ваших ног и частично снимается нагрузка с вашей поясницы и спины я имею виду позвоночник потому что когда мы держим штангу тянем ее в наклоне наша поясница часто заставляет нас восстановиться до того как мы по-настоящему утомим наши мышцы спины то есть такой лимитирующий фактор в горизонтальной тяге такого лимитирующего фактора нету потому что нагрузка у нас идет не из нижней точки не вертикально вверх а нагрузка у нас идет горизонтально соответственно мы садимся и тянем ролик горизонтально соответственно нету вертикальной нагрузки на наш позвоночек это позволяет нам взять большой вес лучше сконцентрироваться на работе мышц спины и соответственно лучше их загрузить какие главные нюансы верной техники первый самый важнейший нюанс также как во всех остальных тягах это поясница то есть мы не должны горбить нашу спину чем лучше у нас прогиб поясницы тем более качественно у нас сокращаются мышцы спины для того чтобы это реализовать нам нужно отставить визуально до отставить ягодицы назад грудь вперед то есть у нас сразу появляется нужный прогиб и этот прогиб нам дает максимальный вектор силы когда мы будем тянуть сокращать наши мышцы спины чтобы это реализовать лучше имеет смысл попробовать разную удаленность от снаряда это достигается с помощью приближения или удаления за счет того что вы больше сгибаете ваши ноги в коленях суставах или либо меньше не обязательно садиться как можно дальше от снаряда потому что чем дальше вы садитесь со снаряда тем больше у вас ноги выпрямляются в коленях соответственно тем сложнее вам держать спину прямой видите у меня уже нету прогиба но если я сгибаю ноги в коленях приближаются снаряды то мне уже проще отставить задницу назад прогнуться в пояснице и тем самым мне проще становится сокращать свою спину то есть это вот первый нюанс по поводу прямой спины и чуть-чуть согнутых коленей второй нюанс который на который следует обратить в этом упражнении это то что она позволяет более качественно растягивать мышцы спины в нижней точке так как у нас нет вертикальной нагрузки на позвоночник мы можем достаточно серьезно в нижней точке растянуть мышцы спины вот мы произвели сокращение верхней точки а в нижней точке мы можем уйти очень далеко и сохраняя прямую спину растянуть ее это очень здорово потому что чем больше растягиваются ваши мышцы как во время выполнения упражнения так и между подходами упражнения тем лучше они будут расти это в общем-то доказанный научный факт не будем сейчас заниматься физиологией как бы там ни было это действительно работает то есть подобные упражнения превращаются ну если не базовая то формирующая так точно и работает она очень замечательно все основные положения по поводу техники такие же как и в остальных тягах то есть спина у нас прямая выдох у нас на усилии кстати есть разные взгляды по поводу дыхания во время тяг есть точка зрения о том что наоборот нужно делать выдох на расслаблении то есть мы чаще всего делаем как не чаще всего во время в самой тяжелой точке делаем выдох вот сейчас а когда опускаем снаряд делаем вдох выдох но по поводу спины есть альтернативная точка зрения что нужно делать все наоборот дескать когда вы тянете когда самая тяжелая фаза упражнения вы наоборот делаете вдох для того чтобы ваша грудная клетка раскрылась вот я делаю вдох меня грудная клетка раскрывается мне проще сести лопатки вместе сократить спину это такая уже более профессиональная техника дыхания в тягах кто точнее согласен кто-то не согласен любом случае вам наверное на продвинутом этапе стоит попробовать как первый вариант дыхания так и второй определиться что вам больше нравится поясница прямая в начале выдох на усилии в нижней точке стараемся максимально растянуть мышцы спины верхней точке задерживаемся на секунду для того чтобы достигнуть максимального мышечного сокращения в нижней точке до конца локти не разгибаем для того чтобы у нас нагрузка постоянно сохранялась мышцах спины стараемся думать о том что мы отводим назад не рукоятку мы отводим назад именно локти теперь по поводу хвата существует огромное количество разнообразных рукояток чаще всего используется рукоятка с параллельным хватом но есть и прямые рукоятки есть различные гнутые рукоятки есть параллельный хват но широкий то есть вариантов очень очень много каждый из них имеет свои плюсы свои минусы например чем уже вы используете хват тем больше у вас работает бицепс но тем больше у вас увеличивается амплитуда движения и сокращение в том числе и мышц спины чем шире хват вы используете тем меньше у вас работает бицепс но соответственно у вас сокращается амплитуда в работе мышц спины тут надо подбирать что-то оптимально что-то среднее если вы используете параллельный хват вы как правило можете взять существенно больший вес потому что вам проще держать нагрузку и кроме того помимо бицепсов у вас еще включается в работу плечевая мышца все эти нюансы надо учитывать когда вы подбираете упражнение для себя вы должны подобрать такой хват такую его ширину при которой вы лучше всего чувствуете сокращение ваших мышц спины есть очень важный момент по поводу наклона назад очень часто люди гонятся за весом и нарушают технику то есть они откидываются очень серьезно назад и думают что от этого у них происходит лучше сокращение мышц спины это не так техника нарушается включается в работу второстепенные суставы и мышцы ваша задача в конечной точке не отклоняться назад в нижней точке вы можете наклониться вперед для того чтобы лучше растянуть ваши мышцы спины а вот верхней точке сильного забрасывания корпуса назад у вас быть не должно потому что чем больше вы будете забрасывать вес своего тела назад тем больше у вас будет выключаться из работы мышцы спины это такая обманка часто люди навешивают большого количества килограмм им тяжело делать мышцы не приспособлены для такого веса и они начинают сами себя обманывать забрасываться назад не делайте так лучше возьмите нет вес меньше в нижней точке растяните его побольше а верхней точке задержитесь вот ваша конечная точка вы не должны откидываться назад и помогать себе всем телом вы должны всегда усложнять работу своим мышцам они облегчать им эту работу но давайте поменьше слов побольше дела это горизонтальная тяга детка а а а а и Субтитры сделал DimaTorzok